В древности всякий раз, когда царь или другое высокопоставленное лицо совершало важную поездку в другую страну, обычно перед этим отправляли команду доверенных лиц в тот регион, куда он должен будет приехать. Чтобы проверить состояние дорог и безопасность окружения, куда направлялся их царь, чтобы обеспечить безопасность и успех ему и его советника. Сегодня власти следуют тому же методу, хотя более изысканными средствами. Прежде чем цари или президенты проведут свои встречи, у них уже есть вся необходимая информация относительно страны, куда они поедут. Перед тем, как царь вселенной Иисус должен был воплотиться как насталь благодати, небесная группа ангелов сошла прежде, чтобы посмотреть, какие приготовления совершаются, чтобы принять их возлюбленного царя. Они испытали ужасные разочарования. В Иерусалиме, столице Израиля, не было никаких видимых признаков того, что народ и их руководители радовались ожидаемому рождению их истинного царя. Хотя священники и религиозные руководители имели в своих руках все свитки пророчеств, они были в полном неведении относительно этого чудесного события. Ангелы были уже почти готовы вернуться на небо с печальной новостью, когда нашли небольшую группу пастухов на поле Вифлеема, обсуждающих пророчества относительно пришествия Мессия. Ангелы возвестили им благую весть о том, что царь должен родиться в очень скромном месте. Сразу же искренние пастухи посетили место, где нашли Иисуса в Язле, и начали возвещать людям благую весть. Еще одна группа верных исследователей звезд и пророчеств, прибывшая из далекой языческой страны, пришла к выводу, что небесный царь уже родился. Они имели доступ к пророчествам Валаама относительно грядущего Мессия. В числах записаны такие слова, 24 глава, 17 текст. «Вижу его, но ныне еще нет, взрю его, но не близко, восходит звезда от Якова, и восстает Жезу от Израиля, и разит князей Муава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Это была необычная звезда. Она была сформирована из отдаленной группы сияющих ангелов, тех самых, которые явились пастухам Вифлееми. Благородные путешественники с Востока проделали длинный путь, чтобы увидеть новорожденного царя. Наконец, они прибыли в Иерусалим. Волхвы ожидали увидеть радостную атмосферу из-за рождения божественного царя, и они также были чрезвычайно разочарованы. Прибыв в Иерусалим, они были приглашены царем Иродом, который сделал вид, что дружественно принимает их, а сам попросил их дать точную информацию о деталях, которые, как только они найдут Иисуса. Ирод потребовал от иудейских священников найти это пророчество. В результате их исследования они сообщили царю, что в соответствии с пророчеством Михея Христос должен родиться в Вифлееме. «И ты, Вифлеем Ефраха, ман ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало одни и вечны». Весь народ, за исключением некоторых, не был готов ко встрече с Иисусом. «Мы находим только пастухов, мудрецов с Востока, Елизавету, Сахарию, Симеона и несколько других. Руководители толковали мессианские пророчества в соответствии со своей национальной гордостью. И когда Христос пришел к своему народу, они отвергли его». Итак, мы видим с этого небольшого параграфа или с этой небольшой части о том, что когда должен был прийти Христос, никто его не ждал, кроме нескольких людей. А почему так произошло? Потому что люди изучали, вернее, не изучали, они слушали вождей, а вожди толковали священные писания так, как они хотели. И мы видим, что ангелы были очень разочарованы, когда увидели, что никто не ждет встречать царя, никто не ждет рождения его, хотя оно было сказано в пророчестве. Итак, следующий подраздел называется «Предтеча». Пророчество Исаии ясно указало, что придет предтеча, чтобы предостеречь народ относительно их грядущего исповителя и приготовить ему путь. «Глаз вопиющего пустыни, приготовьте путь Господу, прямым и сделайте в степи стези Богу нашему». Написано в Исаии, 40 глава, 3 текст. Еще одно пророчество записано в книге Малахии относительно божественного представителя, который придет, чтобы подготовить народ к пришествию Господа. «Вот, я пошлю к вам милию пророка перед наступлением дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием». Исполнение этого пророчества было ясно представлено в Новом Завете. Проповедуя в Идейской пустыне, Иоанн Креститель сказал о своей собственной миссии. Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестности в стране Ярданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит. «Глаз вопиющего пустыни, приготовьте путь Господу, прямым и сделайте стези Ему. Всякий дом да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямлятся, неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божие». Записано от Луки 3 глава 2 по 6 стих. Мы видим, что Господь также это предвидел. И был послан Иоанн Креститель, который приготовил путь к Господу, который приготовил людей, так как мы видим, что люди не были готовы встретить Господа. Он вспоминал то, что написано о Господе, о Его пришествии на землю. И Он готовил народ. И также в наше время мы должны быть теми людьми, которые приготовим путь к Господу. Приготовим людей, чтобы они знали, какие события следуют. И не были в неведении, как были иудеи, как был весь израильский народ. Они были просто в неведении и не знали, чего ожидать. Весь Ильи. Бог послал особого вестника в лице Иоанна Крестителя, чтобы приготовить путь к первому пришествию Иисуса. Он представлял Илью и верно исполнял свою миссию. Подобным же образом, сегодня Господь посылает другое предостережение через своих вестников, представляющих Илью, чтобы подготовить народ не к первому пришествию, а теперь уже к второму пришествию Иисуса. Иоанн был признан для исполнения особой задачи. Ему надлежало подготовить путь к Господу, сделать прямым и к сезе Ему. Господь не послал Иоанна в школу, пророков и равенов. Он увел его подальше от собраний человеческих, в пустыню, чтобы он мог учиться у природы и у Бога природы. Господь не желал формировать характер Иоанна по образу священников и правителей. Он был призван для выполнения особой миссии. Господь дал Иоанну особую весть. Пошел ли он к священникам и правителям и спрашивали разрешения провозглашать эту весть? Нет. Бог удалил его от них, чтобы он не подвергался влиянию и духа, и учения. Иоанн был гласом вопиющего пустыню. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте все пестизи Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и тон хон да понизится. Кривизны выпрямлятся, неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божьей, ибо уста Господней изрекли это». Записано в Весае, 40 глава, 3 и 5 текст. «Именно эта весть должна быть дана нашему народу. Мы приближаемся к концу времени. И весть такова. «Равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народа». Записано в книге Исаии, 62 глава, 10 текст. «Народ должен пробудиться, ибо сейчас не время провозглашать мир и безопасность. К нам обращены слова. Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его». Как мы с вами уже говорили о том, что перед первым пришествием Господь послал вестников, которые приготовили путь. Это был Иоанн Креститель. В наше время этим Иоанном Крестителем являемся мы. И сейчас у нас не время успокаивать людей и говорить, что все хорошо, в мире безопасно, живите своей жизнью, ни о чем не беспокойтесь. Но сейчас именно время о том, время сказать людям, в какое время мы живем, какая опасность их грозит, и к чему мы должны готовиться. И как раз в следующем подразделе он говорит о том, какова в точности наша миссия. Давайте разберем и прочитаем, что же мы должны делать в наше время. Итак, какова в точности наша миссия? В наш век перед самым пришествием Христа пославим о благах небесных. Бог призывает людей, которые приготовят народ к тому, чтобы им устоять великий день Господа. В эти последние дни необходимо выполнить такую же работу, которую совершил Иоанн Креститель. Господь посылает вести своему народу через избранных им посредников. И Он желает, чтобы все гняли увещеванием и предостережением, которые Он посылает. Весть, предшествующая публичному служению Христа, звучала следующим образом. «Покайтесь, мытари и грешники, покайтесь, парисеи и саддукеи, ибо приблизилось Царство Небесное». Записано от Матфея, 3 глава, 2 стих. «Наша весть не должна быть вестью о мире и безопасности. Как народ, который верит в скорое пришествие Христа, мы должны возвещать ясную весть. «Приготовьтесь к сретению Бога нашего». Записано в Моасе, 4 глава, 12 стих. «Наша весть должна быть такой же определенной, как и весть Иоанна. Он обличал царей за их нечестие. Несмотря на опасность, которую Он подвергал в свою жизнь, Он никогда не позволял истине умолкнуть на Его устах. Мы также в наше время должны выполнить возложенную на нас работу с такожей верностью». В это время почти всеобщего оступничества Бог призывает своих вестников провозглашать Его закон в духе и силе Ильи. Как Иоанн Креститель, готовивший людей к первому пришествию Христа, обращал их внимание на десять заповедей, так и мы, без тени сомнения в голосе, должны провозглашать весть. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Откровение, 14 глава, 7 стиль. Серьезностью, характеризовавший пророка Илью Иоанна Крестителя, мы должны стараться приготовить путь для второго пришествия Христа. «Придет же день Господень, как тать ночью, и когда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в котором воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшие стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подсчитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире, но возрастайте в благодати и познанию Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Эти слова были записаны в книге 2-й посланник Петра, 3-я глава, с 10-го по 14-й стих и 18-й стих. «Господь желает, чтобы его последователи возрастали в благодати, чтобы их любовь преимножалась все больше и больше, чтобы они были наполнены плодами праведности, которые совершаются благодаря Иисусу Христу для хвалы и славы Божьей». В действительности очень важные слова мы прочитали о том, что мы не должны бояться провозглашать истину. Ведь то, что говорил Иоанн Креститель, нравилось ли другим людям? Особенно, когда он обличал во грехах царя, вождей израильского народа. Нравилось ли им? Это несло какой-то риск для его жизни. Но несмотря на это он провозглашал, потому что он горел этой вести, он по-другому не мог поступать. Так и мы должны. Если мы полюбим Христа, то мы по-другому не сможем поступать, только как провозглашать людям истину. И эта истина не должна быть для нас удобной. Она есть истина. Для одних она идёт как для спасения, а для других она идёт как безумие, камень претновения. Но никогда из-за этого не должны бояться и делать истину удобной. Истина есть истина. Истина, насущная для нашего времени, это истина о втором пришествии Христа. И так пусть поможет Господь, чтобы мы могли не бояться и провозглашать эту истину. Так мы с вами подошли к завершению первой части нашего чтения сегодня. Пусть Богу за это пребудет слава. Аминь. Аминь. Благодарим сестру Алину за эту часть, которую она провела, за первую часть этого последнего молитвенного чтения. Мы сейчас будем иметь паузу. Это будет молитвенная пауза. По возможности склонимся, помолимся. Одну молитву совершит сестра Алина. И далее по желанию. Если есть желание присоединиться и совершить молитву, вы сможете это сделать. По возможности склонимся и будем молиться. Дорогой наш Отец Небесный, в это время, пристав перед тобой, мы полной благодарности за то, что ты даровал нам еще один год жизни. Мы благодарим за все те благословения, которые ты даруешь нам, но мы даже их не заслуживаем. Благодарим за то, что ты даруешь нам дни жизни, за то, что ты даруешь нам такую весть. Еще раз обращаешь наше внимание на то, что твое второе пришествие, оно близится. Помоги также, чтобы наши взоры не были только об этом земном, чтобы мы могли сделать правильные приоритеты в нашей жизни и могли в первую очередь себя подготовить, а также подготовить всех близких, которые есть рядом с нами. Просим также прости наши грехи, прости за наше упрямство, за то, что мы часто согрешаем, идем по своему пути. Второй нам сил мудрости — это изменить. Мы знаем и верим, что только с твоей помощью мы можем это сделать. Благодарим тебя за эти чтения, которые обращают наш взор от этого земного к небесному, от проходящего к вечному. Мы благодарим за все, что ты делал для нас до этого времени. Все просим по имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Пуще наш, пуще на небесах, дорогой Господь и Бог наш, мы благодарим тебя за то, что ты не оставляешь нас и заботишься о нас каждый день. Также эти предостережения, которые так важны, Господь, как провозглашал Иоанн Креститель, или эту весть, не боясь, не страшась ничего, никакого наказания, ни даже смерти. А мы должны возвещать также эту весть, особенно в это последнее время, когда уже времени больше не будет для покаяния. И готовы ли мы для этой работы, Отче? Это истина непопулярна, и очень многие ее не хотят слышать, но тем не менее нам надо ее провозглашать. Ты даруй нам Духа Твоего Святого, сердца наши. И пусть, как у пророка Иеремии, горела в огнем, внутри в костях, и он не мог молчать, чтобы так же ты коснулся наших сердец, углем от жертвенника, и очистил наши сердца и разум, и даровал нам эту силу и желание возвещать эту вещь так же. Отче, мы просим Тебя, объедини наши усилия, даруй нам мужество, и чтобы мы выступили стройно, и, наконец-то, подняли это знамя истины высоко, и несли его, не страшась ничего, а последствия предоставить Тебе. Мы не должны бояться, чтобы что-то с нами случилось, ибо написано, кто захочет беречь душу свою, тот потеряет ее. И так же, как написано, что кто потеряет свою душу ради меня, тот обретет. Благослови нас в этом. Мы просимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, друзья, мы продолжим наше чтение. Сейчас будет вторая часть чтения, которую проведет брат Раду, и я передаю слово брату, который поделится с нами наставлениями от Господа. Мир Божий, добрый вечер, дорогие собратья. Мы продолжим эту интересную, заключительную тему тех чтений, которые нам предложены в этой молитвенной неделе. Мы часто и в субботних уроках, и в наставлениях, звучащих с англона, получаем практические знания, как же нам действовать по факту, исполняя тот призыв, который заповедовал нам Господь. Так вот, продолжение темы именно об этом. Несколько практических знаний, которые будут основываться и на исторических уроках прошлого, на апостолах. Продолжим. Следующий подраздел называется «Как эта работа должна совершаться?» В стихах книги Исаии, описывающих приготовление пути Господа, Писание далее описывает возвышение смиренных и уничижение возвышенных. И смотрите, какой стих здесь. «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и колм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладки». Так написано в Исаии в 40-й главе. «Всякое препятствие на пути спасения народа Божьего должно быть устранено посредством проповеди Его Слова и представления людям ясного, так говорит Господь. Свет истины должен воссиять, ибо тьма покрывает землю и мрак народа. Истина о едином живом Боге должна противопоставляться заблуждению. «Провозглашайте радостную весть. Мы имеем Спасителя, который отдал свою жизнь, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это наш вступительный абзац к этой теме. Меня восхитила эта мысль. Никогда не задумывался над этим стеклом в контексте духовного исполнения. Мне казалось, что это работа наружного плана, но ни в коем случае не касаемая моего внутреннего преобразования как члена Церкви, как того, кто заключил завет с Господом. Но вы видите, брат в духе пророчества нашел эти строки и преподнес нам еще одним откровением вот эту мысль, что все-таки та работа, то есть по заполнению долов, как написано здесь, и по выпрямлению всякой горы, это, конечно, символично в плане работы над своим собственным характером и в плане работы, помощи в работе другим, которую мы оказываем в плане исправления их характера. Продолжим. Эта мысль будет представлена. Она также призывает нас не только к личному самооследованию, но и призывает нам к благовестию, к провозглашению той доброй вести, о которой мы читали до сих пор в нескольких разделах выше. Читаем. Препятствия на пути дела Божьего неизбежны, но не бойтесь, наш Бог является всемогущим царем царей и в то же время ласковым, заботливым и надежным пастырем. Он остается верным в своем завете с нами. Ничто не сможет стоять, ничто не может стоять на его пути. Его могуществу нет границ. И в этом залог верности его обетований, данных своему народу. Он силен удалить все препятствия с пути продвижения его дела. У него есть средства для устранения всяких трудностей, чтобы избавить тех, кто служит ему, и с почтением относится к методам его работы. Его благость и любовь безграничны, а завет его вечен. Коротенькая мысль, она относится к тому, как же все-таки нам получится быть преобразованным, как же нам следовать тому наставлению, той рекомендации, чтобы менять себя и помочь поменяться другим людям. Дело в том, что это все гарантировано характером нашего Бога. И мы только что читали о... Редко кто сегодня задумывается. Я знаю, что многие из вас знакомы с характером Бога, или как минимум думают, что знают достаточно близко Бога, но тем не менее все мы можем согласиться на том, что пока мы не знали Бога, пока мы были в мире, мы на самом деле не представляли себе, насколько любвеобилен наш Господь. И чем ближе мы к Нему, тем больше мы проникаемся той милостью, которую мы получаем от Него лично, от Его присутствия. И вот знайте, что эта милость, эта любовь является той благостью, которая, по сути, является гарантией исполнения Его завета с нами. Читаем немного дальше. Еще одна небольшая мысль. Планы, составленные противниками Его дела, могут казаться прочными и твердо основанными. Но Он силен разрушить самый искусственный план. И Он сделает это в то время и таким образом, которые будут Ему угодны. Это произойдет, когда Он убедится, что наша вера была довольно хорошо испытана, и что мы все больше приближаемся к Нему, желая иметь Его своим советником. Здесь тоже остановимся. Мы призваны к внешней работе, к работе с людьми из внешнего мира. И на самом деле чуть выше мы знакомились с мыслью о том, что Он сам будет исполнять, приводить эти планы в действие. Но написано еще также о другой составляющей, противодействия. Ведь не секрет, что мир будет противостоять, но мир будет противостоять нам та Его часть, которая избрала своим господином противника Бога. И написано, что даже здесь Он, смотрите, местоимение заглавной буквы, то есть речь о Боге, сделает все, чтобы его планы совершились. И самое интересное, что мы должны обязательно сделать его своим советником. Если мы приучимся коленопреклоненно взывать к нему с любым вопросом, то он умудрит, наставит, и в таком случае наши действия, они будут выражением Его воли. Продолжим. Эта же мысль в нижнем маленьком абзаце. В самые мрачные дни, когда условия кажутся угрожающими, тире, не бойтесь, веруйте в Бога, Он исполнит свою волю, делая все для своего народа. Те, которые любят Бога и служат Ему, будут ежедневно наполняться новой силой, Его понимание будет воплощено в их служении, чтобы они не могли заблуждаться в осуществлении Его намерения. Это продолжение этой мысли. Смотрите, как важно в любви нет страха. И вы знаете эти стихи на страницах Священного Писания. И здесь еще одно предупреждение. И смотрите, оно даже не с восклицательным знаком, оно с утвердительной точкой в конце. То есть знак припинания использован привычный нам. То есть нам должно стать привычным это отношение с Господом, когда мы доверяемся Ему, когда мы знаем, что Он всемогущ, и когда мы уповаем на Слово Его, на действие, на живое Слово со страниц Священного Писания, в таком случае заблуждению не будет места в нашей жизни. Такая мысль, чуть ниже. В нашем служении Богу не должно быть духа уныния. Наша вера должна устоять при любых трудностях. Бог может и желает дать своим слугам всю необходимую для них силу. Для тех, кто доверяет Ему, Он сделает больше, чем они ожидают. Он пошлет им мудрость, которая поможет им ориентироваться в самых различных обстоятельствах. Вот здесь очень интересно. На самом деле опыты, переживаемые каждым из нас, они различного свойства, различного рода, и они абсолютно не похожи друг на друга. Каждый из нас идет особенным путем испытаний, если хотите. Так вот, не всегда мы можем себе позволить сравнить свой опыт с опытом брата или сестры. И как же сориентироваться в таком случае? И здесь опять-таки еще одно практическое применение, еще один практический совет. Опять-таки личные отношения с Господом станут условием для того, чтобы в различных обстоятельствах не потерять ориентир. Потому что вы не забывайте, что мы как благовестники Божии делаем это не только для спасения себя самих. В первую очередь мы являемся, если хотите, образцом для всех тех, кто нас окружает, но еще не состоялся в личных отношениях с Богом. И поэтому либо мы, как было сказано чуть выше, сестрой являемся примером жизни, либо запахом губительным на смерть. Это поможет нам Бог иметь такие отношения с Ним, которые бы стали привлекательными и людям, живущим вокруг нас. Продолжим наше чтение. Многократно испытанный апостол Павел писал, цитата, «Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодать моей, ибо сила моя совершается в немощи. И поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться немощами своими, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушен в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». Так писал апостол в своем послании к церкви в Коринфе. Это удивительная мысль. Я знаю, что каждого из нас она вдохновляет, потому что мало кто из нас считает себя в достаточной силе, чтобы противостоять различного рода искушениям, испытаниям, через которые ему удается прожить в этом мире. Апостол Павел вообще является для многих из нас как минимум его отношение со Христом является для нас заразительным в хорошем смысле слова. Так вот, здесь для нас тоже, мне кажется, пару абзацев выше мы читали о духе уныния, которому нет места в характере любого христианина. И мне кажется, это хороший образец для нас. Все-таки даже физическая немощь иногда не является преградой. Отсутствие каких-то способностей или величины каких-то способностей или талантов тоже не является преградой для того, чтобы служить не просто адекватно, а искренне и горячо служить Господу. и вы видите, что сам Господь иногда создает такие условия, в которых мы не можем или не имеем даже достаточно развитой способности, чтобы считать себя в мощи. Речь даже иногда не о физических силах, речь просто о способности адекватно оценить и разрешить ту или иную ситуацию. А уже в чем будет выражаться немощь каждого из нас? Это лично. Каждый понимает, что для него это слишком сложная ситуация. И поэтому связь с Господом разрешит и эту ситуацию. Она позволена случиться в твоей жизни, потому что Господь является твоим Господином, Господь эту ситуацию преподносит тебе, исключительно тебе, для того, чтобы ты осознал свою зависимость от Него. Вот такая мысль здесь заложена, и в этих стихах, она нам понятна, но тем не менее, давайте еще раз напомним ее себе, и, быть может, преподадим ее другим людям в этом мире, которым не совсем понятно, как же действовать, когда он немощен, как ему кажется, когда выхода нет. прочитаем чуть ниже воззвание от брата. братья мои, сохраните вашу веру, твердую до конца. Свет Божий истинный, не должен меркнуть, он должен ярко сиять среди мрака заблуждения, окутывающего мир. Мы обязаны открыть Слово Божие, как высшим классом общества, так и всем простым людям. Удивительно, здесь не призываются те из нас, кто является представителем определенного социального слоя, социального уровня, обращаться лишь к тем, кто соответствует ему парам. Здесь не говорится о том, чтобы бедные обращались к бедным, богатые обращались к богатым, средний класс обращался к среднему классу. Мы должны светить всем, то есть каждый человек, которого мы встречаем, потенциально является наследником спасения. И в духе пророчества Эллен Уайт вычитывала не так давно одну мысль о том, что Христос претендует на все человечество. Мы должны эту мысль усвоить настолько глубоко, что какие бы предрассудки нами не обладали, мы никогда бы не позволили себе пренебречь тем человеком, которого мы встретили, обратиться к нему со словом спасения. Давайте продолжим еще немного прочтем. Написано также, что церковь Христа является божественным средством для провозглашения истины. Он, то есть Христос, уполномочил ее для выполнения особой работы. Если церковь верна Богу, послушна его заповедям, в ней будет обитать полнота божественной силы. Если она чтит Господа Бога Израилева, то в мире нет силы, которая могла бы устоять против нее. Если церковь непоколебима в своей верности Богу, то все силы врага не смогут устоять против нее, подобно тому, как Мекена не может устоять против стремительного ветра. Вот еще одно, если хотите, обетование, гарантия. связь с Богом, она прямо пропорциональна тому успеху, который мы будем иметь в деле провозглашения Ивангелия. Мысль краткая, тем не менее, понятная, но очень непростая к исполнению. Почему? Потому что мы полны предрассудков, потому что мы еще плотские, потому что зачастую нам свойственно доверять своему чутью, как мы говорим, действовать по своему усмотрению, и, к сожалению, это губительно. Поэтому здесь вот таким предупреждением стоит такая вот краткая, но тем не менее очень обширная в своей глубине мысль. Читаем чуть ниже. Для церкви наступит рассвет ясного счастливого дня, если она облечется в одежду праведности Христа и не допустит никакого компромисса с миром. Вы понимаете, что здесь прописана исключительность и привилегия? Да, они прописаны, но в сравнении с кем или с чем? В сравнении с тем, кто свой осознанный выбор составил не в угоду спасения, кто избрал другого господина. Здесь речь о компромиссе с грехом. Вы помните эти мысли часто на страницах Духа Пророчества мы их встречаем, на страницах Священного Писания они тоже очевидны. Компромисса с грехом нет. Именно в эти последние времена мы знаем, что мир консолидируется на неких различного рода платформах. Все, что не есть истина для нас с вами объединение на такого рода платформах из каких бы благожелательных благовидных целей, как бы благородно все это и чисто не звучало, если все это не является волеизъявлением Господа, волеизъявлением основанных на его принципах. В таком случае для нас это, если хотите, зона табу, невозможность. И это органично. Не то, что мы из страха это делаем, это настолько, наше объединение со Христом настолько глубоко, что мы сами просто это чуждо нам, становится чуждым. И вот эта мысль тоже включена здесь. Ну, быть может, как еще одно напоминание в свете событий ближайшего будущего, которые все-таки очень сильно будут сбивать стол, очень уж будут выглядеть помпезно, очень уж будут замаскированы во всем том, что они представляют. И очень непросто будет человеку не сведущему, не имеющему познания в Слове Божьем, не имеющему связи со Христом, распознать уловки противника Бога. Ну, давайте чуть ниже прочтем. Члены церкви должны теперь исповедать свои грехи и сплотиться теснее. Братья мои, не допускайте ничего такого, что разделяло бы вас друг с другом или с Богом. Не заостряйте внимание на различия в мнениях, но объединяйтесь в своей любви к истине явленной в Иисусе. Вот здесь способ, как избежать соблазна быть вовлеченным в различного рода компромиссы с миром, как мы читали чуть выше. Смотрите, буквально несколько их. Во-первых, исповедание. Искреннее, глубокое. Это то, чем мы просим постоянно, чтобы Господь указал на наши недостатки, недостатки нашего характера личные. Потом мы говорим о том, чтобы здесь написано о том, чтобы мы должны быть сплоченными. Видите, от личного переходим к коллективному, но коллективное в добром смысле, в добром духовном смысле этого слова. Если каждый искренне восстановит свои отношения со Христом до такого уровня, что будет невозможным непринятие остальной части тела Церкви. Это то же самое можно сравнить с приращиванием членов тела друг к другу. они настолько органичны, они настолько готовы быть восстановленными в своем статусе. Вот то же самое здесь. Это мысли предписанные нам с вами. Смотрите, дело в том, что на самом деле как написано здесь могло быть или может быть разделение. Но какое разделение? Которое мы сами с вами допускаем. И вот здесь так и написано не допускайте ничего такого, что разделило бы вас друг с другом. друг с другом и в итоге написано или с Богом. То есть не может быть, что мы разделяем разделяемся друг с другом, при этом мы приближаемся исключительно к Богу. Вы видите, эти две составные части, они гармонично связаны друг с другом. Невозможно отступить от брата и при этом остаться настолько же близко к Богу. И мы знаем, на страницах Священного Писания говорится даже о невозможности приношения такой жертвы. Бог сам запрещает приносить себе жертвы, доколе мы не будем в мире с братом своим. Что же еще здесь интересного? Интересно, что на самом деле в последнее время может появиться и появляются различия в мнениях, обратите внимание. Но, смотрите, здесь не акцентируется ничего, никаких деталей. и давайте не будем как-то пытаться дать расползтись нашим мыслям по поводу различий. Да, различия есть во мнении, но смотрите после запятой. Но объединяйтесь в своей любви к истине, явленной в Иисусе. Вот именно Иисус, явленный в нас, устранит любое различие. И истина в итоге станет ясной непонятной каждому. Пусть добрый Господь позволит нам настолько приблизиться к себе, чтобы это явилось для нас с вами и способом объединения между собой. Читаем чуть ниже, переходим к чтению. Придите к Богу и во имя пролитой крови нашего Спасителя просите помощи в борьбе со злом. Ваши просьбы не будут четными. Как только вы придете к Богу с искренним раскаянием и твердой верой враг, старающий вас погубить, будет побежден. То есть чуть-чуть буквально остановлюсь. Вы понимаете, что все разделения это являются способами воздействия врага. Вот мы здесь прямо об этом прямо и читаем. Так что наверное способ предложенный выше, связь со Христом является гарантией успеха и гарантией разоблачения всех тех происков лукавого, которые он посылает на народ Божий. Чуть ниже прочтем на окончании этой мысли о практических способах. Обратитесь к Богу. Вы пленники надеющиеся. Ищите силу у Бога, у живого Бога. Проявите непоколебимую, хотя и кроткую веру в его силу и желание спасать. От Христа исходит живой поток спасения. Он источник жизни, источник всех сил. Когда мы с верой ухватимся за его силу, он чудесным образом найдет выход из самого безнадежного, самого разочаровывающего положения. Он сделает это для славы своего имя. Бог обращается к своим верным детям, доверяющим ему, чтобы они ободряли неверующих и безнадежных. Да поможет нам Бог помогать друг другу и свидетельствовать о нем нашей живой веры. Здесь конец заголовка о практическом применении тех навыков, которые воспитывает в нас с вами Христос. И смотрите, все-таки желание спасать является хорошей чертой желающего спастись. Удивительно, мысль настолько сопряженная спасения близких, как спасение себя самого, это предписание. И смотрите, опять нам напоминается все-таки, кто является источником всего того доброго, что происходит в нашем разуме, в нашем сердце, в наших поступках. Написано, что этим источником является Бог. и также здесь еще одна мысль о том, чтобы мы не забывали ободрять всех тех, кто является неверующим и даже безнадежных. Как часто мы готовы обратиться к безнадежным? Кого мы считаем безнадежным? Все зависит от личного, наверное, набора тех качеств или предвзятостей, или отношений, привычек, которые мы лично каждый имеем. И поэтому один и тот же человек, встреченный нами с вами на улице, для меня является безнадежным в моих глазах, а для кого-то небезнадежным. И самое главное, чтобы мы не забывали, что для Господа никто не безнадежен. Да, Бог не видит грех, но Он любит грешника. Давайте об этом не забывать. Есть еще один подраздел чуть ниже. наша сегодняшняя задача. Давайте зачтем его. Господь призывает к возрождению строгих свидетельств, данных в прошлом. Он призывает к возрождению духовной жизни. Духовная энергия Его народа в течение долгого времени находилась в состоянии бездеятельности, но должно наступить воскресение этой очевидной смерти. удивительно, но это на самом деле так. Мы знаем, что мы называем часто цикличностью, называете кривой, определенной кривой, если используем математический термин по отношению к этому состоянию. Всегда история человечества очень много приводит исторических примеров, о том, что вот по такой волнообразной кривой происходило, то некое усердие возникало в народе Божьем, то наоборот отступление, и вот сообразуясь все-таки со временем, в которое мы живем, Господь призывает, как написано здесь, к воскресению того, что было забыто в человечестве. Многие из нас, приходя к Господу, открываем для себя абсолютно сызного все, и у нас даже все становится, как мы говорим, с головы на ноги, с головы на ноги, или с ног на голову, зависит, как мы определяем свое состояние, и нам это кажется поначалу очень странным, однако истина на самом деле она жизнедательна, и вот самое главное, чтобы мы вот эту духовную энергию, которую Господь столь щедро изливает посредством страниц священного писания и духа пророчества, тех взаимосвязей, которые укрепляются в церкви, взаимонаучений, молитвенных бдений вместе с ним, он все это восстанавливает нас с вами, и поэтому он призывает нас в это время сделать это как можно более усердно. Смотрите о молитве. Следующий абзац. Молитвой и исповеданием грехов мы должны очистить путь перед царем. Если мы сделаем это, тогда сила духа сойдет на нас. Мы нуждаемся в энергии пятидесятницы. Она придет потому, что Господь обещал послать святой дух как всепобеждающую силу. Итак, здесь нам напоминается о третьей божественной личности и полнота неба выражена в этом представителя Христа на земле. И молитва и исповедание и они как способы очистить путь перед царем. Мы чуть выше читали сегодня о Далах, о Горах и мы поняли, что это сообразуется с характером. Это стало более очевидным. Ведь отчасти основной элемент той великой борьбы, которую мы читаем на страницах Духа Пророчества это наш с вами разум. Вот здесь основная борьба будет происходить, она происходит. Здесь самая сложная часть восстановления наших отношений со Христом происходит и смотрите, что все-таки не будет успеха, если мы не проникнемся желанием уступить Духу Святому, уступить у нас, потому что это восстановит все то духовное отступление, которое состоялось некогда в человеке. Остановимся здесь, потому что дальше мысль будет продолжим. Смотрите в следующем чуть более объемном абзаце мы читаем. Перед нами опасные времена, прошу прощения. Каждый, кто имеет познание истины, должен пробудиться и поставить себя, свое тело, душу и дух под дисциплину Божию. На нашем пути стоит враг, мы должны быть очень бдительны и стоять на страже против Него. Мы должны облечься во все оружия Божьих, мы должны во всем следовать указаниям, данным через внимание дух пророчества. Мы должны любить и повиноваться истине настоящего времени. И это спасет нас от принятия опасных заблуждений. Бог говорит к нам через свое слово, Он говорит к нам через свидетельство для церкви и через книги, помогающие нам понять наш настоящий долг и то положение, которое мы должны теперь занять. Мы должны обратить серьезное внимание на предостережения, которые были даны как правило на правило и заповедь на заповедь. И если мы только не с должным уважением отнесемся ко всему этому, какое еще оправдание мы сможем привести? Такой перевод. Смотрите, только что чуть выше мы говорили о представителе Христа здесь на земле, о ином утешителе, о Духе Святом. Дальше мы имеем еще один атрибут, который мы обязаны использовать для того, чтобы не впасть в заблуждение. Дух пророчество свидетельство Иисусова, его благословения, заключенные в нем, откровения, заключенные в нем, как способ не только противостоять в частном случае, для того, чтобы я мог спастись, а чтобы на самом деле распознать все то, что чуждо истине, все то, что будет представлено как истинно, но на самом деле таковой не будет являться. Любые пропорции смешения истины и лжи будут поняты именно благодаря вот такому подспорю, как свидетельствам Иисуса, данным через Дух пророчества. Прочитаем чуть ниже еще один интересный абзац. «Очистите путь царю, уберите все камни преткновения, устраните мусор, уберите камни, чтобы Дух Божий мог пройти посреди нас и чтобы мы могли увидеть спасение Бога как горящий светильник. Это то, что нам нужно. Мы не можем себе позволить покрывать хотя один грех, хоть один грех, прошу прощения. Мы хотим обрести самое великое благословение здесь, потому что испытания надвигаются. Еще немного, совсем немного и каждый будет сурово испытан. Мы хотим ежедневно получать новую благодать Божью в наши сердца, чтобы мы могли сбираться по лестнице совершенства шаг за шагом, поднимаясь все выше и выше по пути, который ведет к небу, к святости и к Богу. Удивительный абзац, когда впервые знакомился с ним, был поражен, как мне показалось, по началу калейдоскопа. Мы знаем, что благодать Божья она совершенна, она представляет полноту неба. Мы знаем также, что благодати Божьей нам хватает ровно на день, то есть на те испытания, которые мы получаем ежедневно и мы рассчитываем на них. Но смотрите, самое интересное, что она названа новой, эта благодать. Но дело в том, что каждый день приносит с собой новое наполнение, новые испытания, новые искушения. Вот в контексте чего здесь говорится о новой благодати? Не то, чтобы менялась сама благодать, а меняются обстоятельства, меняются, наоборот, наше возрастание, наш путь, тот путь, по которому мы идем, доверившись Христу, он меняется и облагораживает нас в случае, если мы соглашаемся с методами Христа, которые он использует для нас с вами лично. И еще один момент здесь, смотрите, мы говорим о духовном возрастании или, как написано здесь, взбираться по лестнице совершенства шаг за шагом. Но смотрите, здесь написано, что еще совсем немного и каждый будет сурово испытан, не просто испытан. Я вообще не встречал такого сочетания слов хоть в технической литературе, хоть вообще абы где, кроме вот духовных мест, и вообще по-другому осознал, а может быть я где-то скользко и читал об этом, но удивительно, дорогие братья и сестры, хотел бы акцентировать внимание на вот этом вот словосочетании сурово испытан. Многие из нас представляют себе испытанием, это, ну, знаете, каким-то набором критериев, благодаря которому будут проставлены определенные галочки, обладаем ли этим, не обладаем ли этим. Но дело в том, что здесь будет как лаборатория. Прям вот тест в прямом смысле слова мы будем протестированы. Если это сравнивать, ну, мне чуть легче, конечно, сравнивать это с чем-то наглядным, если это сравнивать со способностью металла выдерживать разного рода нагрузки, то, поверьте, существуют такие лабораторные испытания, в которых этот металл подвергаются ну уж очень серьезным воздействиям для того, чтобы понять, на что он способен. Так вот, эта суровость этого испытания, предложенного для нас с вами, суровость духовного испытания, она единственная для нас возможность, наверное, войти вот этими узкими вратами. То есть, система тех самых соответствий, которые мы должны успеть позволить Христу, чтобы Он воспитал в нас, она очень высока. Она очень высока, потому что ничего святого, ничего не святого, прошу прощения, в Царстве Божьем не будет. Поэтому критерии здесь либо совершенства, либо ничего другого не приемлется. Такая мысль. И давайте еще прочтем последнее воззвание. Краткое одно. Пусть Дух Божий присутствует в наших собраниях, да поможет Он нам увидеть Его спасение, и пусть Его слава явится здесь. Пусть каждый голос возвысится для прославления Бога, а не для того, чтобы выискивать недостатки друг у друга. Еще одна мысль, преподнесенная через брата. Единство. Мы вот в последних уроках все больше и больше проникаемся этим. Чуть ли не, как бы не был сформулирован вопрос, если вы заметили, все равно он приводит к единственному ответу. Единство. Единение в Церкви, единство, консолидация, и все это на платформе истины. здесь еще раз нам напоминается о том, что мы обязаны позволить Духу Божьему присутствовать на собраниях. Во-первых, мы должны находиться и количественно, и качественно на этих собраниях. Мы должны присутствовать, присутствовать это всей полнотой этого слова, не просто явка. И самое интересное, что собрание должно быть облагороженным нашими мыслями о прославлении, нашим желанием, нашими поступками, словословиями, песнопениями, молениями, тем более у нас сейчас это молитвенная неделя, эти чтения приурочены именно в служение к Господу. И недостатки друг у друга. это не думайте, что это благо. Мы только что наверху читали о том, что это способ сатаны не позволить единству состояться. Но опять-таки компромисса, кроме как на платформе истины, не должно быть. Поэтому Господь умудрит, как правильно указать брату на ту любовь, которую ты лично имеешь к нему и которую Иисус имеет к нему в желании, чтобы он был исправлен или к той сестре. Поэтому не старайтесь быть теми слугами, кто хочет выдернуть раньше времени плевела. Жатва наступит, и тогда ангелы этим займутся. И последнее предложение, последний абзац, прошу прощения. Да благословит Господь милостиво свой народ во время этой недели молитвы. Пусть все ошибки будут исправлены, все грехи исповеданы, и прощение будет записано напротив ваших имен в небесных книгах. Пусть члены каждой общины, каждой семьи взыщут Господа и смирят свои души перед ним. Давайте, насколько это возможно, очистим путь царю от всего мусора, которым мы заблокировали его. Последний абзац, последняя часть воззвания, оно объединяет все то, что было представлено мыслями выше, и мы с вами пришли к Господу добровольно, мы с вами добровольно заключали с Ним завет. Это привилегия, да, то, что Господь нас призвал стать его сработниками, виноградниками, это привилегия. Но давайте не забывать и о долге, и об обязанностях, обязанностях перед ближними, обязанностях перед церковью. Это все сочетается в обязанностях перед Господом. Поэтому мы несовершенны, каждый из нас проходит это преобразование, эту трансформацию, мы призваны успеть позволить Богу до конца пройти путь приготовления, чтобы в итоге смочь увидеть его лицезреть его, как он есть. Поэтому мысль, заложенная Господом через братьев в течение всей этой недели в представленных текстах из Священного Писания, текстов из Духа Пророчества, вы сами увидели, насколько она актуальна, насколько она подходит каждому из нас лично. Я знаю, что каждый из нас, читая строки, не соотносит их кому-либо, а соотносит их к себе лично. Это воззвание, сделанное мне лично. То же самое, как мы читаем страницы Священного Писания, то же самое, как мы слышим воззвание Господа через отрывки из Духа Пророчества. И иногда даже в историческом моменте мы видим себя. Почему? Да потому что мы обладаем той либо освященной, либо неосвященной чатой характера, который говорится в тех или иных местах, которые мы изучаем и позволяем Духу Святому обучать нас. Пусть Всемогущий Господь поможет нам рассмотреть все темные уголки нашего сознания, нашего духовного сердца с тем, чтобы там не осталось ничего. Почему? Потому что в последней аузации мы читали, что это чревато записями. Чревато либо губительными записями, которые ведутся в небесных чертогах напротив имени каждого из нас, либо спасительными записями. Не забывайте этого всего, потому что спасение близко, Господь при дверях, а насколько мы усердны в приготовлении, от этого будет зависеть наша будущность в вечность. нашему Богу честь, слава и благодарение за эти изумительные мгновения в течение этой молитвенной недели и вообще за жизнь, которую мы проводим здесь, за краткое мгновение под названием жизнь, в которую мы можем быть подготовленными им же, если мы ему позволим, доброходно позволим, из любви позволим. Богу слава и вечности. Аминь. 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 Аминь.